Добрый день, уважаемые коллеги. Приступаем к работе. На повестке два тематических вопроса. Первый касается тяжелого и несущего крейсера «Адмирал флота Кузнецов». В апреле прошлого года Министерство обороны заключило государственный контракт с центром судоремонта «Звездочка» на восстановление технической готовности и модернизацию корабля. На данный момент работы ведутся в соответствии с генеральным планом графика. Техническая готовность крейсера составляет 25%. Его ремонт и модернизация предполагается завершить до конца 2020 года. О том, как идет работа на корабле, поговорим в ходе совещания. Второй вопрос. Связано с оснащением военных объектов техническими средствами охраны. В настоящее время они установлены более чем на 16 тысячах объектов. К началу следующего года их число достигнет 17 тысяч. Комплексы технических средств позволяют обеспечивать безопасность и антитеррористическую защищенность воинских частей, а также создавать условия для сокращения отрыва личного состава от боевой подготовки. Сегодня рассмотрим, как идет оснащение объектов современными охранными системами. Несколько слов о предстоящих значимых мероприятиях. 23 апреля состоится закладка кораблей дальней морской зоны двух фрегатов проекта 22350 на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и двух больших десантных кораблей проекта 11711 на судостроительном заводе «Интарь» в Калининграде. Одновременно на «Северной верфи» будут проведены стыковки корпусных блоков корпуса корвета проекта 2386. Своё название он получит в честь военного брига русского флота «Меркурий», подвигу которого в мае исполнится 190 лет. В русско-турецкую войну он одержал победу над двумя превосходящими по размерам и вооружениями линейными кораблями противника. Уверен, что возрождение имени героического брига послужит сохранению славных страниц истории военно-морского флота. Отмечу, что указанные корабли планируется ввести в состав военно-морского флота до 2025 года. Они существенно усилят корабельные ударные группы дальней морской зоны. С 23 по 25 апреля под Игином Министерством обороны пройдёт 8-я Московская конференция по международной безопасности. В её повестке включены актуальные вопросы укрепления глобальной региональной стабильности, в том числе касающиеся последствий разгрома террористов в Сирии, политического регулирования в стране гуманитарных аспектов постконфликтного восстановления и возвращения беженцев. Также планируется обсудить проблемы противоракетной обороны, миротворчества и новые подходы к международному военному сотрудничеству. Часть деловой программы впервые пройдёт на базе парка «Патриот». Ожидаем приезда на форум военных делегаций и ведущих экспертов более чем из 100 государств. Свою участие уже подтвердили 35 руководителей оборонных ведомств. Важнейшее событие этой весны – парад победы на Красной площади 9 мая. В нём примут участие свыше 13 тысяч человек и до 160 единиц вооружения и военной техники. Над главной площадью страны пролетит авиационная группировка из 74 самолётов и вертолётов. В состав пешего парадного расчёта впервые включены Московский университет Министерства внутренних дел, подразделения военнослужащих, женщин, военная академия Воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета. Обращаю внимание должностных лиц на необходимость выполнить все подготовительные мероприятия в установленные сроки и в полном объёме. Уважаемые коллеги, в нашей работе принимает участие руководство Тульской области во главе с губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминем, генерал-лейтенантом, героем России. Сегодня мы подпишем соглашение об информационном взаимодействии между Министерством обороны и Тульской областью. Отмечу, что подобное соглашение планируется заключить со всеми субъектами Российской Федерации. Они позволят создать в регионах центры управления, которые будут представлять Министерство обороны информацию по социальным вопросам о возникновении кризисных ситуаций, изменении оперативной обстановки, усилении охраны важнейших объектов, состоянии транспортной инфраструктуры и другую. В свою очередь, мы будем информировать местные органы исполнительной власти об изменении военно-политической обстановки в регионе и приграничных районах. Также окажем организационную, техническую и методическую поддержку, поможем в разработке документации, необходимой для создания регионального центра управления. Уверен, что реализация соглашения станет очередным позитивным шагом в развитии системы государственного и военного управления. Хотел представить слово губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину. Алексей Геннадьевич, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Сергей Кужевич, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить Министерство обороны и вас лично, уважаемый Сергей Кужевич, за активное участие в жизнедеятельности нашего региона Тульской области. Конечно же, в первую очередь, я хочу поблагодарить вас за инициативу, за поддержку реализации столь масштабного и значимого для нас объекта – это Тульское служебное училище. В кратчайшие сроки, практически в течение пяти месяцев, Тульское училище было построено по современным технологиям, по оснащениям, которые требуют сегодняшние системы образования. И туляки гордятся этим Тульским служебным училищем, и это действительно достойно заведения, которые представлены на территории города-героя Тулы. При поддержке Министерства обороны мы проводим практически все значимые патриотические мероприятия, реализуем для региона важные инфраструктурные проекты. Сейчас идёт подготовка к параду в городе-герои Туле к 9 мая, к Дню Победы. Тоже при вашем содействии. В лице Министерства обороны мы всегда находим надёжного помощника и партнёра. Всейкую женщину, это объяснимо, Тулы – это оружейная столица России. Так было, есть и будет. Тульская область первой реализовала проект регионального парка «Патриот» по примерку парка «Алабина». И хочу отметить, что это мы нашли источник финансирования не из регионального бюджета, это источник спонсоров и тех людей, которые неравнодушны к той деятельности, которую мы проводим и реализуем. Уважаемый Сергей Куржуевич, год назад мы неоднократно с вами обсуждали, я советовался. И вот в течение года мы уже видим первый основной этап, который мы заканчиваем. Мы самостоятельно приступили к формированию высоченной экспозиции, приобретению вооружения, военной техники. Но, конечно же, мы понимаем, что этого недостаточно и надеемся на вашу помощь в дальнейшем развитии и насыщении данного проекта. Я, конечно, уверен, что парк «Патриот» станет центром патриотического воспитания, новой точкой притяжения наших жителей и гостей нашего региона и, конечно, станет любимым местом семейного отдыха Таляков. Сегодня мы снова по вашей инициативе, опираясь на опыт Национального центра управления обороны, нашли источники финансирования и реализуем проект по созданию регионального центра управления. Основные задачи и функциональную нагрузку, которую он должен нести, вы уже перечислили, но я позволю себе добавить, он улучшит качество управления регионом в различных сферах – это здравоохранение, образование, экономики, промышленности и других отраслях. При этом на базе центра мы сможем получать оперативные данные о состоянии отраслей экономики региона, управлять нашими ресурсами в режиме онлайн, а также прогнозировать и моделировать их развитие. При возникновении кризисных ситуаций у губернатора и членов правительства области появляется самостоятельная точка, самостоятельная возможность оперативно взаимодействовать с Министерством обороны, МЧС, другими силовыми ведомствами и органами власти федерального и регионального уровня, как по вертикали, так и по горизонтали. В ополении Минобороны в повседневной работе обменивается информацией о социальной защищённости военнослужащих, обеспечении их детей местами в детских садах, школах, состоянии призыва граждан на военную службу и других важных направлениях. Кроме этого, конечно, мы сейчас прекрасно понимаем, будет отчисляться плановая работа по организации территориальной обороны региона и вопросами, которые касаются мобилизации, а в условиях нестабильной обстановки важность этого вопроса возрастает. Мы, со своей стороны, предусмотрели средства для строительства отдельного здания от центра с необходимыми коммуникациями. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить начальника Национального центра управления обороны, генерал-полковника Мизинцева Михаила Евгеньевича и его подчинённых за методическое сопровождение проекта. Я считаю, что Тульский центр должен стать примером, на котором будут равняться другие регионы. Это возможно, но, конечно же, без поддержки Министерства обороны нам не обойтись и вашего опыта. Уважаемый Алексей Куржегедович, мы очень рассчитываем на организационную и техническую помощь с вашей стороны в реализации этого важного и нужного проекта. Уверен, он будет эффективным инструментом выполнения задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путином, как в рамках реализации национальных проектов в отдельном субъекте Российской Федерации и в вопросах укрепления обороноспособности нашей страны. Большое вам спасибо. Подписывается соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и правительством Тульской области об информационном взаимодействии. Соглашение подписывается во исполнении указа президента Российской Федерации о порядке сбора информации по вопросам обороны Российской Федерации и обмена этой информацией. Церемония подписания соглашения завершена.